Представить себе мир без техники, телекоммуникации, сотовой связи и интернета сегодня кажется невозможно. Технологический прогресс – это неотъемлемая часть развития цивилизации. То, о чем еще вчера даже трудно было помыслить, сегодня воплощается в жизнь. Выставка «Коммуник Эйжа-2018», где компании со всего мира представляют свои разработки в сфере технологий и связи, более 30 лет является ведущей площадкой для сотрудничества предприятий и отрасли в азиатском регионе. На площади более 40 тысяч квадратных метров компании мирового уровня представляют разработки в сферах спутниковых коммуникаций, кибербезопасности, облачных сервисов, хранения данных, интернет-вещей и других передовых технологий. Такого рода события позволяют компаниям и людям здесь, в Сингапуре, обмениваться опытом, выстраивать международные отношения, налаживать работу между регионами в сфере инноваций и новых технологических сервисов. «Немало инноваций и технологий представлено здесь, но, пожалуй, самая важная мотивация – это то, что создается сегодня в области технологий, служит для улучшения качества жизни обычных людей». На выставке можно увидеть стенды компаний разных стран мира – Китая, Сингапура, Германия, Израиль, Япония, Корея, Филиппин, Индия, США и, конечно же, нашей страны. Российский сектор на экспозиции был представлен всего двумя спутниковыми операторами. Часть инфраструктуры обоих располагается в Щелково. С 2005 года компания «Газпром Космические системы», телепорт которой расположен в России на территории города Щелково, принимает участие в этой выставке. С каждым годом экспозиция привлекает все большее внимание. Здесь, в самом центре Сингапура, на выставке «Коммуникейжа-2018» компании мирового уровня представляют свои достижения, возможности разработки и продукцию. Также не впервые компания «Газпром Космические системы» принимает участие в этой уникальной выставке. Участвуя в выставке вот уже более 10 лет, компания «Газпром Космические системы» предлагает зарубежным клиентам и партнерам ресурс орбитальной группировки спутников «Ямал», зона обслуживания которых позволяет оказывать услуги связи и вещания на значительной части земного шара. Этот ресурс пользуется неизменным спросом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для нас эта выставка очень важна. Вы, наверное, знаете, что порядка 40% нашего дохода формирует международный рынок. И вот этот регион, Юго-Восточная Азия, Южная Азия, он вносит в нашу копилку довольно большой вклад. Ну и, как всегда, мы встречаемся с нашими здесь клиентами, с которыми работаем уже давно, и рассчитываем на то, что у нас появится новое знакомство, новые проекты. Участие в международной выставке такого уровня во многом результат предварительно проделанной работы. Переговоры с партнерами ведутся регулярно. Но, как в любом деле, в сфере телекоммуникации спутниковых технологий важен личный контакт, прямое общение. Так, в рамках выставки состоялась встреча представителей компании «Газпром Космические системы» с компанией «Кассифик», которая базируется в Сингапуре. Обсуждалось в ходе переговоров не только продажи ресурса спутника, но и будущие интересные совместные проекты. На базе нашего спутника «Ямау-300К», его переноцеливаемого луча, они предоставляют услуги доступа в интернет в регионе Океании. Это Попланово-Гвинея, в частности. И они собираются, как им сегодня заявили, расширять свое присутствие в нашем спутнике. Мы ищем новые пути взаимодействия с компанией «Газпром Космические системы» в других частях Азии, Северной Азии. Сотрудничество развивается, и мы посмотрим, что дальше возможно. Нас ждет новый совместный проект с «Газпромом». В ходе выставки компании «Газпром Космические системы» был проведен ряд переговоров и встреч, как уже с существующими, так и с потенциальными партнерами. Новый диапазон, новые услуги, новые контракты. Развитие на рынке спутниковых технологий – необходимый элемент успеха, заявив о себе держать марку. Так работают мировые лидеры этой сферы. И участие в выставке «Коммуникейжа-2018» подчеркивает статус компании «Газпром Космические системы» в сфере телекоммуникационных и спутниковых технологий.